Добрый день! Мы из Украины. И я рад приветствовать вас на своем канале. Как всегда, приглашаю, кто не подписан, подпишитесь. Кому понравится это видео, поставьте лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Ну, мы с вами начинаем очередное видео по оперативной обстановке. У нас сегодня, ну, будем так говорить, экстремальный день. И Российская Федерация решила отпраздновать, наверное, я соглашусь с мнением министра иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, который сказал, что Россия салютует признанию, преданию ей статус со стороны спонсора терроризма. Дело в том, что сегодняшняя ракетная атака, которой в принципе не было уже несколько дней, и ровно началась после того, как Европейский парламент проголосовал, единогласно практически проголосовал о предании России статуса со стороны спонсора терроризма. Причем, смотрите, Европарламент Россия боится больше даже, чем НАТО. Почему? Потому что на парламентскую ассамблею НАТО, когда эта ассамблея признала Россию спонсором терроризма, они не отреагировали. Ну, были несколько там замечаний. А вот здесь они решили вот так ацалютовать. И также разделяем мнение Алексея Данилова, нашего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, который сказал, что каждая такая выпущенная по Украине ракета отдаляет, не приближает, а отдаляет, делает шаг от какого-либо переговорного процесса с Российской Федерацией. Ну, в принципе, осталось поставить в ООН такой вопрос о голосовании, что Россия это страна-спонсор терроризма или сама страна-террорист, судя по тому, что они вытворяют. Сегодняшняя атака, к сожалению, нанесла очередной урон нашей энергетике. И на данный момент, пока нет полной статистики, сколько ракет было выпущено и сколько было сбито, но на данный момент Южноукраинская, Хмельницкая и Ровенская атомные станции сработала автоматика, отключены энергоблоки от электросети в связи с падением мощности потребления. Кстати, докатилось уже до Молдовы, там юг, россияне даже обесточили Приднестровье, которое они временно оккупируют на территории Молдовы, она полностью сейчас обесточена. И южная часть Молдовы в том числе обесточена. Ну ничего, мы справимся, нам не первый раз, трансформаторы идут от стран-партнеров, приезжают ремонтные бригады помогать нам восстанавливать, это все финансируется, так что мы все равно восстановим. Ну, посидим сутки без света, может быть. А дальше все равно добьем россиян и все равно победим в этой войне. На взло им и на радость себе. Ну что ж, а теперь оперативная обстановка за прошедшие сутки. И сегодня у нас с вами на календаре 23 ноября, киевское время 17 часов. За прошедшие сутки подразделения сил обороны отбивали атаки оккупантов в районах населенных пунктов Белогоровка, Луганской области, Спорная, Берестово, Бахмут, Курдюмовка, Новобахмутовка, Первомайская, Невельская, Марьянка в Донецкой области. За прошедшие сутки враг нанес 5 ракетных ударов, но уже не 5, мы прибавим статистику, сколько еще было выпущено сегодня днем, по населенным пунктам Харьковской и Донецкой областей. Сразу добавляю сюда Львов, Львовская область, Винницкая область, Хмельницкая область, Киевская область, город Киев, где еще Кременчук и по-моему у нас этот самый центр Украины тоже подвергся ракетным ударам. Так что география расширилась. Также было нанесено около 45 огневых ударов из реактивных систем залпового огня российскими оккупационными войсками по позициям наших войск и населенным пунктам, прилегающим к зоне боевых действий. По оперативным направлениям. На Волынском и Полесском направлениях ситуация существенно не изменилась, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено. На Северском направлении, в приграничных районах Брянской и Курской областей, враг продолжает проводить демонстрационные и провокационные действия, ведет огонь из реактивной ствольной артиллерии по Черниговской и Сумской области. На Слобожанском направлении, в приграничных районах Белгородской области, враг удерживает группировку войск для проведения демонстрационных действий. Позиции наших войск периодически обстреливают из минометов и ствольной артиллерии. Также обстреливают районы Харьковской области. И была предпринята попытка в районе населенного пункта Старыца проникновения диверсионно-разведанной группы противника. Она была встречена огнем наших подразделений, понесла потери и откатилась на российскую территорию. Враг, попытка была пресечена и довольно жестко. На Купенском и Лиманском направлениях оккупанты ведут оборону, ведут обстрелы наших позиций, но мы продолжаем потихонечку двигаться вперед. Но пока Генеральный штаб не дает нам более конкретных ориентиров, где сейчас и какие изменения на линии фронта, но при этом мы знаем из неофициальных источников информации, что медленно, но потихонечку мы продвигаемся в направлении Сватова, в направлении Кременной. В районах Бахмута и Авдеевки враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных операций. Обстреливает наши позиции, причем в последнее время начали очень активно применять зажигательные боеприпасы. Пытаются выжечь наши войска с позицией, но это тоже не приносит того ожидаемого эффекта или результата, который они пытаются добиться. Кстати, по перехватам, информация предоставлена, любезно предоставлена сайтом Deep State, они говорят о том, перехваты, которые они предоставили, говорят о том, что у россиян возникает, они не могут понять, как при трехкратном превосходстве над противником они не могут добежать до наших позиций. Даже добежать до наших позиций. Они постоянно несут потери, например, наступает группа 10 человек, откатывается назад уже четверо, шестеро остаются на поле. Иногда российские оккупанты прячутся, используют в качестве укрытия, для того, чтобы добраться до наших траншей, тела своих убитых, ну не знаю, кто у них там они, сотоварищи или сокамерники, они прячутся за тела убитых. И лежат там по несколько часов, для того, чтобы потом либо дождаться сумерек и отползти, либо со следующей атакой откатиться на свои исходные позиции. Вот такая вот ситуация в районе Бахмута и Авдеевки. Но ситуация очень тяжелая, и я ниже дальше расскажу вам, что там есть еще одна очень хорошая информация. Это уже инсайдерская информация, то есть она проверенная по поводу перегруппировки российских войск. И мы сделаем с вами некоторые выводы из этой информации. Далее, противник на Новопавловском и Запорожском направлении ведет активную оборону. Идут позиционные бои, обмены огневыми ударами. И они стараются обстреливать наши позиции и прилегающие населенные пункты к линии фронта. На Криворожском и Херсонском направлениях враг ведет позиционную оборону, улучшает фортификацию своих позиций. То есть левый берег кроют они как кроты, пытаются закопаться, создают линии обороны, создают опорные пункты, создают там, ну можно сказать, можно сказать, создают укреп районы. Но пускай копают. Дело в том, что по ситуации сегодня переправляться через Днепр, форсировать Днепр практически нереально. В этих погодных условиях и при той плотности российских войск на левом берегу, я не думаю, что наш генеральный штаб предпримет попытки форсирования Днепра. Пока мы опускаем дно российских войск, они уже стабильно, стабильно уже обстреливают правый берег. В том числе и город Херсон. Кстати, там обстановка начинает ухудшаться в том плане, что обстрелы города идут регулярно. Есть погибшие и раненые среди местных жителей и как и предполагалось, в принципе, Херсон становится прифронтовым городом. который подвергается обстрелам российской артиллерии. Это кроме позиций наших войск, они еще обстреливают населенные пункты. Причем не только Херсон, но все до Никополя включительно. Или наоборот, от Никополя до Херсона включительно. Тут разницы нет. Обстрелы идут. Применяется причем и ствольная реактивная артиллерия для обстрела. И Качкаровка, Новотяховка, Токаровка, Антоновка, Днепровская, Херсонская области и город Херсон. Это из того, что дает нам генеральный штаб в своей сводке. Но на участке трассы мы тоже не остаемся в накладе. И мы отвечаем огнем нашей артиллерии настолько, насколько это позволяет дальность достигаемости нашей артиллерии. И так, например, на участке трассы Каховка-Мелитополь в Херсонской и Запорожской областях наблюдается. Мы наблюдаем перемещение колонн и по ним наносим огневые удары. Там, где достаем. Также, по данным нашей разведки, в Крыму, в городе Севастополе, на базе одного из учебных заведений продолжается подготовка операторов беспилотных летательных аппаратов российского и иранского производства. Срок подготовки этих специалистов составляет до трех недель. В настоящее время обучение проходит около 30 военнослужащих. Но это говорит о том, что можно сделать вывод, что поставки беспилотников иранского производства все-таки ей идут. И они сейчас готовят операторов. Кстати, мы очень хорошо проредили ряды операторов. В частности, на Кинсбургской косе был накрыт учебный центр. И в том числе там погибли иранские операторы, которые обучали российских. Видите, они все перенесли в Севастополь. Думали, мы не достанем. Но там тоже можем достать. Окупационные силы продолжают нести потери. Так, в селе Каланчак Херсонской области в местной больнице не хватает коек для размещения раненых российских военнослужащих. В населенный пункт Великие Капаны за сутки привезли около 40 раненых оккупантов. По проверенной информации, 21 ноября текущего года в Запорожской области уничтожено вражеский зенитно-ракетный комплекс С-300. Пять единиц военной техники различного типа и в районе населенного пункта Полоховка. Кроме того, 40 военнослужащих получили ранения в районе населенного пункта Веселая Запорожской области. Уничтожен блокпост оккупантов. 15 военнослужащих получили ранения различной степени. В Мелитополе враг потерял до 30 человек ранеными. То есть санитарные потери российских войск практически мы держим довольно высокую планку и, как я вам и говорил, до батальона до 500 человек в сутки российские войска несут потери на сегодняшний день. Несмотря на то, что на линии фронта, кроме Донецкого направления, активность боевых действий немного снизилась. Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла три удара по районам сосредоточения личного состава, оружия и военной техники оккупантов, а также ракетные войска и артиллерии поразили пункт управления противника. То есть боевые действия продолжаются, но не столь интенсивно, как хотелось бы. Ну, вы видите, какая погода. Очень сильно она влияет на ход боевых действий. Нужна сухость. Надо либо, чтобы прекратились осадки, либо, чтобы немножко прихватили морозы. Почему? Потому что земля, когда подмерзает земля, она тоже немного подсыхает, и если не будет осадков, земля тоже подсохнет, и это может помочь нам активизировать боевые действия. Почему говорю нам, они, и та сторона тоже попытается активизировать и воспользоваться этим. Но у нас есть преимущества, и мы очень ждем, когда местность станет более проходимой. В тех районах, которые нам необходимы для активизации боевых действий. Вот такая вот военная обстановка сложилась на оперативных направлениях и на всей линии фронта за прошедшие сутки. И частично за сегодняшний день. Теперь немного военно-политических новостей. И начнем все равно с военной, еще продолжим, точнее, еще немного военной обстановки. Это касается вот то, что я вам говорил. Инсайдерская информация от команды Deep State Map сообщает следующее, что по данным разведок, не уточняется чьих, за последние трое суток радиотехническая разведка вооруженных сил Украины фиксирует активизацию 4-й армии воздушно-космических сил и ПВО Российской Федерации. В сети отмечается работа пунктов управления с полевых позиций. В этот же период существенно повысилась активность военно-транспортной авиации. Самолеты военно-транспортной авиации совершают рейсы из Москвы и Белоруссии. Разгружается на аэродромах Миллерово, Ростов, Крымск, Джанкой, Бельбек, Гвардейское. Кроме того, также фиксируется приземление гражданских самолетов уральских авиалиний. Очень интересная компания, частная компания, которая участвует в переброске войск. В аэропорту Платов с 24 февраля этот аэропорт закрыт для полетов. Аналогичная ситуация наблюдалась в начале отправления сформированных из мобилизованных подразделений, когда самолетами гражданской авиации доставлялись подразделения на передовую. О чем это говорит? Это говорит о том, что, кстати, вот это и ответ на вопрос угрозы из Белоруссии, они перебрасывают тех мобилизованных, которые сегодня экипированы и вооружены и прошли какую-то минимальную подготовку, они всех перебрасывают в Ростовскую область и в северную часть Крыма. Для чего? Для того, чтобы за оперативными данными этими самолетами доставляют мобилизованных для комплектования частей и подразделений, вышедших из Херсона, с правого берега Херсонской области. Это также подтверждается тем, что все части российских оккупационных войск, которые вышли из Херсона и направлялись на север, сосредотачиваются в районе Миллерово. Согласно предварительным выводам, российские оккупационные войска планируется в ближайшие 7-10 дней срок необходимый для доставки достаточного количества ракет к местам пусков передислокацией выведенных из Херсона войск на Донбасс с последующим нанесением массированных ракетных не бомбовых ракетных ударов авиацией самолеты из Беларуси загруженные ракетами и в наличии авиационные средства для пусков указанных ракет и наземным пусковым установкам в направлениях Углидар Авдеевка Марьевка Бахмут и так далее с целью ослабления оборонной мощи вооруженных сил Украины и прорыва на указанных направлениях. То есть то что мы с вами и говорили вот пришла информация подтверждающая что еще неделю я говорил вам что как минимум будет происходить перегруппировка доукомплектования российских войск ну и судя по этой информации главный удар скорее всего будет наносить именно на Донецком направлении сосредоточение основных усилий российских оккупационных войск будет именно на Донецком направлении так что следим дальше за Донецким направлением смотрим как будет меняться ситуация что касается именно по международной ситуации вокруг Украины за прошедшие сутки вчера точнее в Херсон на Херсонщину прибыли представители 40 стран мира чтобы своими глазами увидеть то что происходит на деоккупированных территориях Украины Херсон посетили представители Польши Франции Грузии Испании Кипра Швеции Дании Индии и других государств об этом сообщает глава Херсонской областной военной администрации это очень хорошее событие это знаковое событие почему потому что я не думаю что после таких посещений когда им покажут пыточные когда им покажут места массового захорожнения где люди со связанными руками завязанными глазами замученные до смерти пытками убитые и закопанные в этих ямах когда им покажут остатки тел российских военнослужащих которых россияне сами сжигали на свалке вместе с мусором то что я вчера зачитывал вот когда они это все увидят ну тогда я думаю не будет вопросов почему нужны ли переговоры с российской федерацией это очень важно для вот этих друзей путина которые еще остались особенно там европейском союзе которые еще остались в соединенных штатах америки и поднимают иногда вопрос вот давайте переговоры там и прочее прочее это как вам развеивание развенчание мифа о гуманности российской армии и вообще о том как Россия ведет эту войну как они себя представляют во всем мире что они такие белые пушистые гуманные и хорошие а на самом деле ну как сказал когда-то Уинстон Черчилль что фашисты будущего будут называть себя антифашистами что и делает сегодня Российская Федерация видимо Черчилль что-то знал дальше Крым Украинский Крым там работает российское ПВО работает оно активно в городе Севастополе в городе Балаклея и в Евпатории также были слышны взрывы в районе мыса Фиолент что там происходит более конкретно к сожалению официальной информации нет российские паблики пестрят сообщениями что это дроны атака дронов но каких сколько и чьих самый главный вопрос чьих дронов на сегодняшний день официально нигде не сообщается так что но в Крыму им тоже покоя нет оккупантам российским оккупантам далее министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявила передачи Украине первого из трех вертолетов Се Кинг в рамках нового пакета военной помощи который также включает 10 тысяч артиллерийских боеприпасов то есть Британия передаст нам три вертолета это кстати очень хорошее это наверное одна из первых ну я бы так сказал не то что попыток а одна из первых передач нам летательных аппаратов иностранного производства имеется ввиду вертолеты надеюсь следом за ними могут последовать и самолеты то есть если мы в состоянии освоить вертолеты импортного западного производства то почему бы нам не пересесть и на самолеты западного производства так что будем надеяться что это все в скором будущем у нас появится я имею ввиду авиация западных образцов ну а 10 тысяч боеприпасов артиллерийских для нашей артиллерии это очень хорошее подспорье Турция последнее время тоже решила не отставать ну кстати активизировалась некоторые вот мы говорили с вами где-то неделю назад о том что активизировались европейские страны Франция там очень показала этот воинский эшелон где они там передают нам несколько гаубит цезарь передают нам бронемашины передают нам два комплекса ПВО тактических ближнего радиуса действия вот так что Италия тоже заговорила о передаче нам вооружения Испания тоже сказала ну посмотрим чтобы главное чтобы это не ограничилось там 1-5 1-3-5 штук чтобы это были нормальные поставки но тем не менее есть активизация так вот Турция тоже передала ну правда как обычно мы обо всем узнаем но это правильно в условиях войны это правильно что мы узнаем обо всех этих перемещениях техники постфактум Турция передала Украине свою реактивную систему залпового огня это система ТТЛРГ 230 но у нее калибр 230 мм я вам скажу так это примерно турецкий аналог Хаймарс один пакет на 6 снарядов калибр правда чуть-чуть побольше у Хаймарса 227 мм у турецкой системы 230 мм дальность стрельбы у нее до 70 км но есть одна очень хорошая особенность дело в том что высокоточные боеприпасы есть два типа точнее он может работать к этой системе точность может составлять до 1 метра и этот боеприпас может корректироваться в полете либо по системе GPS навигации либо по лазерному лучу лазерный луч для этой системы подсветку цели осуществляет беспилотник Bayraktar TB TB2 если беспилотник подсвечивает цель лазером то ракета ложится ровно в ту точку куда светит лазер так что вот такая высокоточная реактивная система залпового огня есть уже на вооружении вооруженных сил Украины я так понимаю как только информация о их наличии была рассекречена в сети сразу же появилось видео оно называется первое применение турецких систем РСЗО вооруженными силами Украины ну примерно так можете погуглить посмотреть как эта система наносит огневое поражение я вам скажу так что правильно делают те страны которые дают нам вооружение а потом об этом объявляют почему потому что ни одна лаборатория в мире ни один полигон не создаст реальных условий боевой обстановки когда темп ведения огня просто непредсказуемый сумасшедший хочет жить умею вертеться по такому принципу когда маневры надо совершать мгновенно и быстро потому что тут же может прилететь обратка а может быть иногда и попадает под обстрел контрбатарейной борьбы вот ну и условия эксплуатации техники максимальные вот кстати опыт боевых действий подсказывает если нас слушают в Германии то панцер гаупица 2000 оказалась самой слабой из всех артиллерийских систем которые нам поставляют наши западные партнеры да она очень хорошая по тактико техническим характеристикам но она оказалась самой капризной проблема с этими гаупицами в том что они требуют постоянного ремонта постоянного и сейчас кстати стоит огромная проблема в том плане что первую партию гаупиц мы отвезли в страны Балтии там нам отремонтировали ну вы представьте да через Польшу трейлерами мы везли эти гаупицы потом их нам возвращали обратно то есть и теперь стоит вопрос где разворачивать ремонтную базу для этих гаупиц а оказывается они требуют постоянной ремонтной базы постоянного технического обслуживания вот такая интенсивность ведения боевых действий для них оказалась неподъемной вот вам вылезла реально вылезла какая проблема хотя в общем гаупица неплохая но оказалась очень нежная вот так что сейчас вот решается вопрос как и где развернуть техническую базу для быстрого и своевременного ремонта и обслуживания этих гаупиц но она как все немецкие изделия когда требует технического обслуживания засвечивается чек и дальше выполнять огневые задачи становится очень проблематично поэтому ее надо ввести на обслуживание или на ремонт вот такая вот ситуация ну что ж на этом мы с вами первую часть военной и военно-политической обстановки закончим я сделаю паузу вы можете подписаться на мой канал если еще не подписаны поставить лайк этому видео если оно вам нравится и через некоторое время мы с вами продолжим ну а продолжим мы как всегда по традиции ответом на те вопросы которые вы прислали и первым вопросом сегодняшнего дня будет следующее доброго вечера у меня вопрос почему белорусы которые работают на этих восстановительных предприятиях не саботают ремонт российской техники очень наимный вопрос вот честно скажу люди которые живут в Белоруссии которые каждый день с утра до вечера смотрят российское телевидение там кстати белорусские каналы забиты фактически практически забиты подпол их там не видно и не слышно там полностью господствует российское телевидение представьте что они слушают каждый день это первое второе после протестов 20-го года комитет государственной безопасности Белоруссии провел чистку причем кардинальную чистку у них был практически 37-й год в плане репрессий и почистили все трудовые коллективы все кто призывал идти на протест на этот все попали под машину репрессий и там некому саботировать там народ наоборот радуется что они получили год заказ и что им платят есть выработка и платят зарплату и они молодцы им все равно вы думаете кто-то там задумывается да может быть кто-то и задумывается единицы но они молчат об этом потому что завтра их заберет комитет госбезопасности белорусский вот поэтому ни о каком саботаже уже там речи речи к сожалению пока что не идет плюс плюс я думаю что бытует еще мнение о том что лучше пусть там повоюют главное чтобы мы не воевали вот и все поэтому крутят гайки дальше и потом передают эти танки и бронемашины российским российским войскам слышал истории как танк после попадания в него из противотанкового орудия оставался цел а экипаж был полностью убит после чего танк очищали от остатков и сажали новый экипаж это правда как такое может быть что пробило броню повредило механизмы и убило экипаж но танк способен и дальше к наступлению это может быть два вида боеприпасов это либо подкалиберный снаряд либо это кумулятивный снаряд кумулятивный снаряд может попасть в броню и не повредить механизмы танка он прожигает броню кумулятивный снаряд и там создается термобарический удар то есть высокая температура и давление от чего экипаж погибает мгновенная смерть а танк остается целым как правило я же говорю если довольно далеко от боеукладки допустим башню боковую часть башни если пробивает такой снаряд то экипаж погибнет а в танке даже может быть не быть возгорания вот таков случае или подкалиберный снаряд когда попадает в танк он очень маленький он где-то диаметром до 50 мм он пробивает броню и внутри создается сплошная волна осколков которая в принципе и поражает экипаж а танк при этом не взрывается и не загорается вот поэтому он может быть его действительно очищают проверяют и он идет дальше дальше в бой такие случаи такие случаи есть есть случаи и даже из реальных случаев я знаю что из рассказов танкистов наших танкистов когда сносит башню снарядом с танку снесло башню а экипаж наоборот остался цел получил незначительные повреждения и осколочное ранение но весь экипаж оказался живой а башню как ножом срезало с танка вот даже такие случаи в войне почему я говорю что война ни один ни один полигон не сможет воссоздать условия реального боя в бою может быть такое что ни одному сценаристу или писателю никогда в жизни даже не приснится не то что там придет в голову чтобы написать добрый вечер вы тадеяки инши вы тадеяки инши эксперты впевнений что захит не надое нам необходимых типов и к количестве оружия для швидко перемоги чтобы максимально виснажить Москву и довести ее військовый стан до неможливости воювать но уже на сегодня некоторые страны сообщают о пустошении складов оружия и необходимо выполнить собственные арсеналы или не сложнее или захит сам себя переграя и ближайшим временем просто перестанет надсилать нам оружие в необходимой количестве европейские страны это кстати франция очень часто употребляет эту фразу что у них у самих очень мало оружия а есть вопросы которые надо решать с помощью вооружения то есть с помощью армий или с помощью у них есть еще такой вид военных воинских формирований как иностранный легион который воюет за пределами за пределами Франции в основном в колониях бывших колониях Франции или где-то там по 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 просьбе по просьбе каких-то стран которые обратились к французскому правительству были разговоры некоторых что там в США заканчиваются запасы но это это все разговоры для бедных дело в том что есть и во Франции есть вооружение и в Соединенных Штатах есть вооружение и в Соединенные Штаты уже развернули военно-промышленный комплекс который воспроизводит вооружение которое было передано Украине и ставит и ставит его на хранение новые образцы ставят на хранение а нам передают со складов поэтому нет этого ничего не будут они дают в пределах минимальной достаточности вот так это можно сформулировать для того чтобы было более понятно то есть они не то что там взяли и прекратили нет кто сегодня прекратит смотрите Европейский Союз сегодня принимает резолюцию о том что Россия страна спонсор терроризма эта резолюция будет иметь очень ну я бы сказал для России катастрофические политические и экономические последствия да не сегодня завтра дело в том что нельзя со страной которая признана спонсором терроризма нельзя иметь никаких отношений ни политических ни экономических ни финансовых потому что ты же не хочешь тоже стать вровень со страной ты же не хочешь спонсировать терроризм нет поэтому с этой страной ты ничего иметь не будешь общего и и завтра а если они нам перестанут давать вооружение не дай бог допустим там гипотетически самый страшный вариант Россия принуждает нас к миру и что дальше дальше Россия начнет принуждать к миру тот же Европейский Союз и они их нагнут сильнее чем нас вплоть до того что они прикатят танки на границу Европейского Союза и начнут провокации вооруженные там чтобы ускорить а там поверьте много будет и что они теперь со страной спонсором терроризма начнут вести переговорный процесс хотя в большинстве стран мира есть решение на государственном уровне или на законодательном уровне никто не вести переговоры с террористами тогда о чем мы говорим тот же запад тот же англосаксы те же Великобритания Канада там Соединенные Штаты чтобы они не говорили есть политические игрища когда мы слышим там разные заявления дадим не дадим оружие дадим много дадим мало но это в основном политические игрища но если вы посмотрите на план график такой документ я по сто процентов уверен что он существует кстати о нем когда-то говорил Резников и даже Залужный как-то вспоминал что все заявки которые подают вооруженные силы все удовлетворяются это летом по-моему где-то прозвучало вот так вот я думаю после войны это все будет уже обнародовано не будет носить гриф секретности и мы с вами начнем или точнее наши историки начнут писать историю этой войны и там это все будет подробно описано так вот вы посмотрите по этим план графиком как осуществлялись поставки но политические игрища и торги вокруг этих поставок они будут всегда одни будут пугать что завтра оружие закончится ничего не дадим другие будут говорить вот если мы придем к власти мы дадим очень много оружия третьи скажут а мы вообще наверное думаем пора прекращать ну короче вот этот вот этот вот танцы с бубнами вокруг вот этого вооружения они будут продолжаться до конца войны но вы смотрите на генеральную линию запада вот как когда-то в кпсс говорили генеральная линия партии если колебался то только вместе с генеральной линией так вот генеральная линия запада состоит в том чтобы максимально ослабить Россию чтобы не дать России выиграть чтобы Украина вышла из этой войны победителем измотанным уставшим который требует огромной помощи инвестиций по восстановлению экономики но победителем а Россия разгромленной обескровленной и готовой на любые компромиссы и уступки ищущей свое место в новом миропорядке где-то там внизу на уровне третьих стран вот вам кратце стратегия этой войны вот из этого и всегда исходите когда и в каком месте оказалось так много наших пленных у россиян ведь кроме Мариуполя наша власть официально не сообщала о массовых сдачах в плен а таковых получается было не меньше десятка случаев ну насчет десятка случаев не знаю не буду спорить потому что честно говоря в открытых источниках информации я не встречал описание случаев массовой сдачи в плен с нашей стороны я знаю что при отступлении всегда складываются обстоятельства когда какие-то подразделения или отдельные военные служащие не успевают покинуть позиции когда теряется управление войсками и некоторые подразделения могут попадать в плен когда окружают некоторые позиции да вот это и было посмотрите на карту сколько мы отходили вглубь страны для того чтобы сдержать наступающие российские войска вот это и скорее всего на мой взгляд и привело к тому что количество на пленных было несколько тысяч человек плюс к ним добавилось еще несколько тысяч человек из завода Азовсталь защитников Мариуполя и таким образом количество стало довольно представлять собой довольно внушительную цифру вот так что но это абсолютно как вам сказать характерно для введения такой обороны тем более мобильной обороны когда мы отходили с одного рубежа на другой рубеж кто-то успел кто-то не успел и таким образом могли на какие-то подразделения попасть в плен оказаться в тылу российских войск попасть в плен и соответственно или с выходом с окружением российскими войсками сложить оружие и за неимением возможности оказывать сопротивление вот такие отсюда и такая статистика здравствуйте по вопросу кораблестроения авианесущий крейсер адмирал Кузнецов был построен в Николаеве и приписан был к Черноморскому флоту после распада СССР должен был отойти Украине но была проведена спецоперация и корабль попросту удрал в Новороссийск не удрал его украли его в ночь перегнали да как так произошло почему никогда не было претензий по этому поводу и почему с тех пор Украина не построила ни одного корабля а строит их на чужбине в Турции почему не развивает свой ВПК ну давайте так претензий к Российской Федерации не было потому что мы тогда были два братских народа мы даже не стали ничего делить я напомню в девяносто по моему третьем году была первая попытка вернуть Крым Российской Федерации среди российских политиков там русские шовинисты радикалы настаивали что Крым это Россия на что Ельцин сказал что Крым это внутренняя проблема это Украина и ситуация в Крыму это внутренняя ситуация Украины мы не будем вмешиваться видите даже на такой пошли жест зато мы разрешили оставить Черноморский флот до 2017 года в Севастополе в Крыму не возражали и молча ну практически да молча мы согласились с тем разделом флота который сделала Российская Федерация которая фактически ну можно так сказать каплю в море нам так бросила такую сладкую кость ну мы же не собирались ни с кем воевать у нас все же было хорошо и вспомните 30 лет была конверсия какой ВПК какие развития какое кораблестроение на сегодняшний день насколько известно завод океан по-моему он проходит процедуру банкротства я точно не знаю но по-моему я слышу встречал такую информацию или он объявлен банкротом или он проходит процедуру но госпредприятие завод океан практически не существует кто пользуется верфями и доками в Николаеве сказать очень трудно это как в порту южный вроде бы как порт государственный а там ни одного государственного причала все в аренде все в аренде точно так же и здесь в аренде и в Николаеве корабелы строят там суда какие-то сухогрузы танкеры постоянно спускают на воду кто-то зарабатывает деньги бизнес какой-то развивается но государство завод бросило на произвол судьбы с этим крейсером недостроенным или готовым на 95% и все никак не решались достраивать не достраивать смысл его достраивать если он на на нем технологическое оборудование практически 50-летней давности если не более вот а модернизацию надо вкладывать в него миллиарды долларов потому что корабль это очень дорогое боевой тем более корабль очень дорогое удовольствие поэтому и никогда мы все время шли до 14-го года все шли к конверсии и сокращению армии о каком вы пока вы говорите так что именно по этим вопросам а в 14-м году ну тут уже там уже я так понимаю что не с чего было создавать сегодня я не в курсе вот николаевцы могут подсказать что у нас с конструкторскими бюро корабельными есть у нас школа корабелов она сохранили мы костяк конструкторов которые разрабатывали эти тяжелые авианесущие крейсеры которые проектировали цельнокорпусные алюминиевые из алюминия быстроходные катера которые были в составе Дунайской флотилии и она защищала Дельту Дуная еще при Советском Союзе осталась у нас тогда конструкторская школа кто сегодня может сесть за Кульман и спроектировать корабль боевой корабль корвет фрегат эсминец подводную лодку в конце концов думаю что нет вот отсюда ответ на ваш вопрос дай бог чтобы мы после войны об этом вспомнили и занялись этим вопросом поэтому то что сегодня Турция строит нам нам этот самый эсминец то слава богу посмотрим еще и мы за него там может быть заплатим условную какую-то стоимость то слава богу хоть появится один боевой корабль кстати флагман-то притопленный же лежит на дне его поднимут и максимум что с него можно будет сделать это скорее всего музей так что вот такая вот ситуация здравствуйте надеюсь с помощью вашего канала это обретет огласку возле самой Каховской ГЭСТ есть два населенных пункта Казацкая и Веселая кстати Себеселая сегодня была в сводке Генштаба я вам о нем говорил после бегства на левый берег Днепра орки постоянно обстреливают эти села используя все что у них есть в том числе грады и фосфорные зажигательные боеприпасы дома разрушены света газа и воды нет когда удается созвониться с родными люди буквально прощаются никакая эвакуация не проводится волонтеры боятся ехать потому что там очень опасно людей нужно спасать идет целенаправленное уничтожение мирного населения слава Украине мы переможем ну надеюсь из херсонской администрации нас слышат и примут меры для того чтобы позаботиться о жителях села казацкое и веселое на херсонщине в районе я так понимаю это на правом берегу напротив Каховки самой Каховской ГЭС вот и помогут людям эвакуироваться с этих сел кстати такой призыв звучал еще две недели как только российские войска вышли точнее с правого берега были выбиты вооруженными силами Украины вот сразу же был призыв что надо отселиться от уреза воды на хотя бы на безопасное расстояние километров на 20 чтобы не доставало российская артиллерия Добрый день расскажите пожалуйста могут ли наши военные прятаться от фосфорных бомб да могут и кстати наши военные придумали придумали даже способ отрытия окопов и создания в этих окопах так называемых ниш в которые они ныряют когда начинаются вот эти бомбардировки зажигательными боеприпасами дело в том что высота подрыва довольно большая для того чтобы фосфор разлетелся на мелкие брызги и загорелся и чтобы создать очаг массового пожара вот а падает он медленно он не лентит со скоростью он освещает небо озаряет ну видели на видео вот этот обстрел фосфорными боеприпасами зажигательными боеприпасами поэтому у солдата есть время для того чтобы нырнуть в укрытие и самое главное это чтобы вот эти капли горящие не попали на одежду почему потому что это я уже рассказывал вот этот фосфор имеет свойство как мед его нельзя стряхнуть с себя если он попал на одежду или на тело он он продолжает гореть температура горения у него там около 2000 градусов то есть очень высокая и довольно серьезные ожоги и можно потушить только прекратив доступ воздуха это либо плотной тканью обмотать либо опустить руку в воду или там ногу или тот часть тела которая накрыть мокрой тряпкой допустим место попадания поэтому наши бойцы приспособились и они конечно же нроют вот такие ниши в окопах и где-то рядом и укрываются в этих нишах именно на момент применения зажигательных боеприпасов так что находят находят способы и конечно же борются если бы не это так не выживали даже в таких адских условиях которые создают российские войска для наших защитников уже который день многие города Украины без тревог вот видите немножко ваш вопрос запоздал сегодня тревога была практически по всей Украине и это как бы хорошо но и в то же время плохо ибо логично что их накапливают для уже ставшего традицией массированного удара есть два вопроса по этой теме первый почему сейчас россияне действуют только так только массовые массированные удары и после них абсолютное затишье без каких-либо выборочных раньше было много ударов число чисто беспилотниками парой или десятком ракет или бессмысленные удары искандерами х22 почему-либо сверх важному рынок автомастерская автобусный парк и так далее вот смотрите все очень просто дело в том что вот такое сосредоточение ракет для массирования самого ракетного удара говорит о том что этих ракет осталось довольно немного и для того их свозят скорее всего их свозят со всех уголков российской федерации их собирает по всем складам где они еще есть и именно с этим связано то что они накапливают какое-то количество ракет а потом наносят удар потом опять накапливают какое-то количество ракет и потом наносят удар кстати сегодняшний удар можно именно отнести именно к такой системе как я вам только что озвучил почему потому что смотрите 15-16 был массированный удар больше 100 ракет за 2 дня выпущено 120 ракет вылетело по нам с вами а сегодня 23 то есть это прошло ровно неделя вот за неделю они смогли скопить сегодня ну я думаю будет там ракет 10-12 не больше было выпущено по Украине судя из из тех сообщений которые которые поступают ну думаю что пока мы записываем это видео с вами скорее всего генштаб или наши воздушные силы уже дают сводку статистики по этим ракетам сколько было выпущено сколько сбили и сколько к сожалению достигло цели поэтому вот такая вот ситуация ракет явно не хватает и их надо свозить с разных концов уголков Российской Федерации начиная там с Дальнего Востока где они могут храниться в запасах в армейских запасах или на складах центрального подчинения все надо везти сюда к территории Украины а например такие ракеты как Х-22 которые вы упомянули она жидкостная эта ракета ее надо не просто привезти ее надо заправить вот этими высокотоксичными ракетным топливом Гептил Меланж типа такого ее надо заправить это сложнейшая высокотоксичная химическая операция и потом их надо быстро расстрелять они долго не могут находиться заправленными или надо проводить еще сложнее операцию по сливу топлива обеззараживанию баков и всего остального следующий вопрос есть ли какие прогнозы по следующему удару сколько времени требуется чтобы накопить 100-150 ракет для удара и на когда готовится когда может быть следующий удар ну следующий удар состоялся сегодня потому что вопрос задавался ранее я так понимаю вчера вот смотрите вот кстати даже можем с вами сделать интерполяцию по тем событиям которые произошли вот спрогнозировать то есть 11 октября 15 ноября то есть больше месяца практически 35 суток понадобилось Российской Федерации для того чтобы накопить 120 ракет 16 ноября 23 ноября то есть 6 7 7 суток ровно неделя понадобилось Российской Федерации чтобы накопить там порядка ну чуть меньше полтора десятка ракет берем примерно так не больше я думаю сегодня выпущено так что смотрите за 4 недели они бы да они накопили бы 100 ракет а так видимо ждать сильно уже у них терпелки не хватает дождаться вот и они выпустили ракеты ну опять же это допуск вы же понимаете это припущение предположение хотя оно в принципе выглядит более-менее логично и еще один вопрос по ракетам заметил очень странный момент судя по мишеням и результатам прилетам которые лично видел в своем городе то они промахивались метров так на 100-200 от объекта по которому есть смысл наносить удар а вот последнее время по информации о прилетах по критической инфраструктуре они резко стали бить в точку разрушают объекты один за другим это что выходит у них есть разные точные и абы какие ракеты либо это наша хитрая уловка говорим вы попали все разрушили чтобы они поняли что уже туда стрелять нет смысла ну то что мы пытаемся замаскировать результаты ракетных обстрелов это так действительно это именно в этом контексте всегда звучит призыв к населению не фотографируйте не выкладывайте в сеть открытую информацию о результатах ракетных обстрелов но точность зависит от класса и типа ракеты раньше они промахивались на 100 200 а может быть и на 300 метров почему потому что они применяли соответствующие ракеты ракета х22 имеет кругового коэффициент кругового отклонения точки прицеливания плюс минус 300 метров то есть право влево 300 метров 600 метров может гулять ракета почему потому что она предназначалась под ядерный заряд и это была ракета ее называли убийца авианосцев ее задача была упасть рядом с авианосцем очень близко если там 300-400 метров авианосец то на 300 метров ракета вправо от центра отклонилась и упала за кормой или перед носом авианосца с ядерным боезарядом конечно же авианосец утонет будет уничтожен ну если она долетит до него поэтому и отклонения были такие огромные а сегодня Российская Федерация вот в последнем ударе 16-го 15-го 16-го ноября применялись ракеты Х-101 Х-555 это ракеты у которых точность до 20-30 метров на дальность 5,5 тысяч километров вот с такой точностью летит эта ракета отсюда такие результаты ранее они не придавали этому значению потому что ракет у них было много они считали что не попали сегодня попадем завтра главное там подтверждение агентура пошла посмотрела данные передала и они знают стрелять не стрелять повторно делать пуск не делать пуск вот такая вот такая ситуация сегодня у них ракет очень мало а стали и они используют в основном высокоточные они кстати вот это все менее точно они расстреляли я так понимаю они очень сильно расстреляли Например, баллистические ракеты к Искандеру, они уже заканчиваются, их там мало осталось, калибров к Искандерам вообще нету, калибров морского базирования очень мало осталось, видите, они даже корабли не выводят в Черное море. Они сейчас лупят по нам в основном, я так понимаю, это последняя номенклатура, это ракеты воздушного базирования, 55-е, 101-е ракеты, 59-е ракеты, Ониксы и так далее. Так что именно точность самих ракет. Привет, я из Болгарии, хочу знать, будут ли вам пригодятся наши минометы Тунджа, 120-мм миномет самоходный на базе МТЛБ. Конечно же да, это именно то, о чем я говорил несколько выпусков назад, о том, что нам крайне нужны самоходные минометы на бронированной базе. Да, МТЛБ это легкий многоцелегковой тягач, легко бронированный, но тем не менее. Вопрос в том, что миномет это основное средство борьбы с пехотой противника, как наступающий, так и обороняющийся. И прицепной миномет, его довольно тяжело с ним обращать, особенно вот эти 120, они довольно тяжелые. Там, понимаете, такая ситуация ни два, ни полтора. Машину, там у него ГА-66 штатный тягач, да, не подгонишь к передку. А он стоит буквально за первыми линиями траншеи. Потому что первый же осколок из этой машины сделает просто решето. Таскать его руками очень тяжело, там и плита, и ствол, и все, и мины еще большие. А вот самоходный миномет, это как раз то, что нам крайне необходимо сегодня. Который приехал, открыл люки, развернулся, дал серию мин, свернулся быстро и уехал в кусты. Все, и не отсвечивает, стоит, ждет следующей цели. Вот это нам крайне необходимо. Так что пригодится, большое вам спасибо, давайте ждем самоходные минометы. Могли бы вы поделиться своим мнением по поводу того, зачем расшисты уходят из Херсона? Забрали наших заключенных, уходя из Херсона, забрали наших заключенных и увезли на свою территорию, разместив в своих колониях. Разместив в своих колониях, они были осуждены и отбывали срок согласно украинским законам. Что с ними будет? Я думаю, что часть из них может разбежаться, а часть из них может быть завербована. Скорее всего, заключенных использовали в качестве живого щита при переправке техники и вооружения с правого берега на левый. Собирать, допустим, отлавливать население, это будет создание паники и очень проблематично. Плюс местное население имеет что? Гаджеты, имеет телефоны и начнет сразу все это из-под полы, из-под тяжка снимать и выкладывать в сеть. И наша разведка потом будет знать точно, что, куда, сколько раз переправляли, на каких направлениях и так далее и тому подобное. У заключенных средств связи нет. Они бесправны в том плане, что их конвоиры вывели, на баржу посадили и катают туда-сюда в качестве прикрытия. А дальше кому как повезет. С одной стороны вербовщики давят на них, хочешь жить, записывайся, подписывай контракт, будешь ЧВКшником. Не хочешь, пустим в расход. Или пойдешь вместе с пленными, с нашими пленными сидеть дальше. Ну, вариантов может быть миллион. Кому-то, может быть, удалось сбежать в этой суматохе, потому что вряд ли там профессиональные конвоиры конвоировали их. Кстати, насколько я встречал информацию в открытых средствах массовой информации, то национальная полиция объявила уже подозрение одному из руководителей пенитенциарной службы в Херсонской области, который способствовал выпуску заключенных из мест лишения свободы. во время оккупации. Когда и в каком месте оказалось так много машин наших... А, это уже... Ну что ж, повтор уже. Пошли мы по второму кругу. Не бойнем, точнее, мы по второму с вами кругу. На этом мы вторую часть нашего видео закончим. И у нас остается третья заключительная часть. Это ответы, точнее, это оглашение приветствий, которые вы на сегодняшний день прислали. Приветствия с сегодняшнего дня прозвучат такие. Привет всем из Германии, из города Нюрнберг. Очень знаковый город. Всех помнят процесс, и мы его, наверное, не наверное, а мы его точно повторим. Мы родились и выросли в Одессе. Сейчас интегрируемся в немецкое общество, так как были вынуждены покинуть родной город. Надеюсь побывать на Нюрнбергском трибунале над российскими военными преступниками. Вам большое спасибо за информацию. Вот такое приветствие. Я думаю, что побываете. Есть. Гамарджоба. В Грузии мы так приветствуем друг друга. Да, я знаю, это у вас приветствие. Так звучит. Гамарджоба Генацвали. Желаем друг другу победы. Так вот, Гамарджоба тебе, Украина. Слава Украине, слава героям. Спасибо. Здравствуйте, я из Казахстана. Наша компания на регулярной основе выделяет гуманитарную помощь в Украину. Хотел бы попросить также всех, у кого есть возможность, оказать помощь в эти трудные времена. Спасибо большое. Я выехала с Херсону в серпне, с початку лета, и до моего выезда в ночи в вікна в одном из районов Херсону неможливо было вычинить. Так смердило горелым мясом, кистками та гончирьем. Да, мы знаем, что в Херсоне тоже работали, везде, везде работали. Я повторяю, и не устану это повторять, особенно для россиян. Тех, у кого родственники попали в эту мясорубку в Украину, которые поехали сюда воевать, если нету никаких данных о вашем родственнике, значит вероятность того, что он сожжен в какой-то печи, в каком-то крематории, или где-то прикопан в поле, и его кости растащили собаки и дикие звери, очень высока эта вероятность, практически равняется 100%. Все, что будет писать без вести пропавший Российская Федерация, или открещиваться от этого военнослужащего, это все они позжигали. Привет из Гены. Мы итало-украинская семья. Любим и переживаем за нашу Украину. Постойно донатима слава воинам Украины, верима в перемогу Украины. Я с индусами служил во французском иностранном легионе. Ого, как у вас эта самая жизнь помотала. Они классные и очень умные люди. Если чего-то не знают в разговоре, выслушивают все мнения и всегда дают человеческую оценку. Вообще они очень справедливые, добрые и дружелюбные. По крайней мере те, кого я встречал и общался. Ну, есть такое у индусов. Дякую вам. Я украинец. Предки мои запорежской казаки, переселенцы на Кубань. Перемога будет за Украиной. Слава Украине. Ого, вот кубанские казаки проявились. Из запорожских казаков, я так понимаю, ваши предки переехали на Кубань. Вот так по смыслу звучит ваше приветствие. Ну что ж, ну ладно, не буду повторяться про Кубанскую Народную Республику, но тем не менее. Казахстан за Украину. Ждем победы Украины. Слава вам. Украина. Жаса сын. Ну, так я скоро и казахский так выучу. Привет из Германии. Мы очень надеемся, верим в победу Украины. Меня поражает безумие Кремля. Да, это поражает не только вас, это большую часть цивилизованного мира поражает. Добрый вечер. Я по паспорту русская, но выросла в Украине и ментально и душой украинка. Горжусь нашим народом и хочу поделиться историями. Сегодня смогла связаться с хорошей знакомой из Херсона. Только СМС проходят. Ее сообщение. У меня все нормально, немного приболело, но уже выздоравливаю. Света нет, воды тоже. У соседки через день включают дизель-генератор. Она мне заряжает телефон. И водой соседи помогают. Так что доживем до перемоги. Целую. Первая история. Ехала в автобусе, зашел мужчина в возрасте, с гитарой, присел. Женщина-соседка спрашивает. Кудыцева с гитарой избралась? А он отвечает. Я спиваю. Вже зебрав 18 тысяч гривен. И передав нашим висковым. Хочешь ты, заспиваю? И заспевав червону колыну. Рука потянулась к кошельку. Со всех сторон мне начали передавать деньги. Кто сколько мог. Я проехал только одну остановку. На глаз мы собрали около тысячи гривен. Весь автобус аплодировал и благодарил. Пишу. И наворачиваются слезы. Наш народ необыкновенный. Искренне любящий свою страну. Все будет Украина. Спасибо вам за две таких прекрасных истории. На сегодня ясно одно. Только полное знание гойдогомерных с Украины и укрепление рубежей страны. Вот единственный реальный выход из сложившейся ситуации. Надежды на смерть тирана, смену власти или противостояние войне гойдогомерных не оправданы и не обоснованы. С приветом из Ванкувера. Константин. Ну вы слово даже такое придумали. Я с трудом прочитал гойдогомерных. Спасибо большое за видео. Слушаем из Португалии. Живем в Португалии уже 20 лет. А сами из Бердянска. Ждем освобождения Бердянска из Запорожской области. Слава Украине. Доброго вечера. Я из Одессы. Одесса слушает и живется вас без светла. Но мы выдерживаем. Мои дети вспомнили, что такое шашки, лото, неэлектронная книга. Слава Украине и слава нашим воинам светла. Ну видите, даже есть польза в том, что дети отвлекутся от электронных гаджетов. И вспомнят, что действительно есть книги и настольные игры. Добрый вечер. Привет из города Славутич, Киевской области. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживает Украину. И пожелать всем здоровья, крепкого и мира во всем мире. Ребята, вооруженные силы Украины. Низкий поклон. Добрый вечер. Мы с Северной Салтовки, Харьков, переехали к друзьям на ХТЗ. Смотрим каждый день на телефоне ваше видео. Ждем счастливый день, когда вы скажете победа. Не, победы не скажу. Никогда. Скажу перемога. Перемога. Это наше слово. Вот это я скажу обязательно. Доброго вечера. Дякую, пану Алежу. У меня есть вопросы. А, ну вот опять пошли вопросы. То есть, на этом приветствия мы тоже с вами закончим оглашать. Ну что ж, я благодарю вас за ваше время, что вы досмотрели до этого момента. Еще раз хочу пригласить подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Для того, чтобы вы могли увидеть как можно больше людей. Ну, огромное спасибо спонсорам и тем, кто помогает каналу. Благодаря вашей помощи и поддержке у меня есть возможность записывать эти видео. Ну, а мы с вами продолжаем верить вооруженным силам Украины. Перемога за нами. Слава Украине!